Добрый вечер. Итак, это послесловие к новостям. Сегодня говорим о судьбе инженерного образования, инновациях в промышленности. Гость нашей студии, член Совета Федерации Аркадий Чернецкий. Аркадий Михайлович, добрый вечер. Предлагаю начать с сегодняшнего события. И чтобы понятно было зрителям, почему именно тема инженерного образования. Вы входите в наблюдательный совет Уральского федерального университета. Сегодня состоялось заседание, на котором рассматривали новую модель университета. Сам федеральный университет, он достаточно молодой, но изменения идут достаточно быстро. И вот создание стратегических академических единиц, укрупнения, акцент на развитии науки с точки зрения подготовки, в том числе инженерных кадров, это все зачем делается? Ну вы знаете, несколько лет назад была принята новая стратегия развития образования у нас в стране. В том числе был взят курс на то, чтобы российские университеты заняли достойное место в мировой системе, причем не только по вопросам, связанным с образованием. Образование, которое в наших университетах было, в некоторых, по крайней мере, в лучших университетах, всегда было на неплохом уровне. Но университеты во всем мире являются точками роста научных исследований. Наш Уральский федеральный университет на сегодняшний день, один из самых крупных в российской федерации попал в так называемую программу 5.100. Что такое программа 5.100? Это задача, чтобы лучшие российские университеты к 2020 году вошли в пятерку, рейтинговую пятерку лучших университетов на Земле. Мы в наблюдательном совете и ректорат университета очень внимательно вынуждены следить за конъюнктурой, которая существует. Мы вынуждены принимать дополнительные меры для того, чтобы оставаться в этой программе, получать дополнительное финансирование. То, что сегодня называется Уральский федеральный университет версия 2.0, это, как говорится, последние идеи, которые будут реализовываться в ближайшее время. Суть их в том, чтобы органично соединить учебный процесс и научно-изыскательский процесс. Это чрезвычайно важно, если мы хотим входить в десятки лучших университетов страны, ну и претендовать на высокое место в рейтинге всемирном. Суть его заключается в том, что выделяются основные направления, по которым сегодня существует база для того, чтобы университет занимал конкурентоспособные позиции. То есть, естественно, что не все, раньше они назывались факультеты, сегодня они называются институты, в равной степени имеют возможности для научных изысканий у разных подразделений, разные результаты этих изысканий. Вот для того, чтобы в первую очередь поддержать те направления, которые наилучшим образом вписываются в сегодняшние реалии, которые действительно дают импульс развития науки, и именно на эти направления направить определенные ресурсы, учитывая в том числе и постановку вопроса со стороны президента Российской Федерации. Вообще ориентация на выдачу продукта мирового уровня, касается это какого-то конкретного материального продукта, либо специалистов высшей школы, либо научных изысканий. То есть, вот такая градация произведена. И для того, чтобы организационно подкрепить вот эту идею, выделены были на конкурсной основе пока три стратегических, академических единицы, которые будут получать поддержку финансовую в первую очередь, в достаточном объеме, для того, чтобы поддерживать уровень исследований на высоком уровне. Параллельно с этим осуществляется очень серьезная работа, связанная с упорядочением тех показателей, которые в институте есть, разделение бакалавриата и магистратуры предыдущей реформой. Вы знаете, что у нас как бы два уровня высшего образования. Это бакалавры, которые выпускаются после трех лет обучения, и магистранты, которые учатся еще два-три года. Это разные специалисты разного уровня, у них разная направленность с точки зрения их последующего применения уже в народном хозяйстве или в науке. С точки зрения организационной, несомненно, требуется изменение учебного процесса сегодня, активизация педагогического персонала, организация определенной самозанятости и работы студентов по индивидуальным программам. С точки зрения увеличения нагрузки, с точки зрения возможности использования современных информационных технологий, это дает возможность получать современное качественное образование. С точки зрения организации, все должно обеспечивать вот такое качество учебного процесса. Насколько я понимаю, акцент там сделан на естественной науке, на инженерной. Как это соотносится с тем, что требуется сегодня, например, нашему региону? Вы же как человек, который хорошо знает промышленность, особенности развития экономики нашего региона, в том числе человек, который курирует развитие инженерного образования, пусть и постобразования, но, тем не менее, насколько те векторы, которые закладываются в развитии, они дадут инженеру новой формации? Ну, я не называл здесь вот те три новых стратегических, академических единицы, по которым решения, собственно говоря, приняты, и которые сейчас находятся в стадии трансформации, но одно из них – это чисто инженерное дело, базироваться оно будет на основе сегодняшних институтов металлургического и машиностроительного. То есть, в принципе, это как раз то, что в наибольшей степени связано с инженерной деятельностью. Вообще сегодня нужда в квалифицированных инженерах в народном хозяйстве чрезвычайно высокая. Так уж исторически сложилось, что вот этот период 90-х годов, начало нулевых годов пришелся. Это было сложное время для высшего образования. Заинтересованность молодых ребят, особенно талантливых ребят, идти в инженеры была невысока. Все люди молодые в основном искали себе применение в сфере менеджмента или юриспенденции, или экономистами на худой конец. А в инженеры почему-то никто идти не хотел. Естественно, что в нашем регионе, который исходно славился своей промышленностью, здесь инженеры всегда играли очень заметную роль. И отсутствие квалифицированных молодых современных инженерных кадров, которые в состоянии работать с современной вычислительной техникой, это был большой минус. И университет, и администрация, правительство Свердловской области достаточно много сделали для того, чтобы этот тренд был изменен. Сегодня ребята идут на инженерные специальности. А то, о чем вы только что сказали, что я связан, это немножко другое. Но, тем не менее, мы все-таки понимаем, что окончание института не дает еще полноценной практики в инженерной деятельности. То есть, несмотря на то, что человек получает степень бакалавра или даже магистра, к самостоятельной, творческой, особенно когда идет разговор о творческой работе, он не совсем готов. То есть, ему в плане личностного, профессионального роста нужен еще определенный приедет. Это не вузовское уже образование. Это профессиональное, личностное образование. Это необходимое общественное признание для того, чтобы уже не молодой инженер, а инженер, имеющий определенную практику конкретной работы на производстве или в каком-то конструкторском бюро, смог ощутить себя по-настоящему творцом. И чтобы этот уровень его квалификации был признан профессиональным сообществом. Вот мы сейчас готовим проект закона о профессиональных инженерах. Это, я бы так сказал, мировая практика. Те из наших зрителей, кто ведет переговоры с иностранными партнерами, наверное, получая визитные карточки от своих партнеров, могут прочитать профессиональный или дипломированный инженер, там господин такой-то. Вот это как раз примерно то же. Потому что подтверждение этого уровня квалификации должно давать определенные возможности с точки зрения открытия собственного дела, с точки зрения возможности принять на себя определенную ответственность за свои проектные наработки. Это должно давать признание профессионального сообщества и дополнительные права. Ну и, естественно, дополнительные обязанности. Потому что любой инженер, проектируя ту или иную конструкцию, должен понимать, что он отвечает за работоспособность и безопасность этой конструкции. Сергей Михайлович, давайте несколько слов еще скажем о том, насколько тема подготовки инженеров и развития промышленности, ну вот одна из миссий, кстати, уральского федерального, это реиндустриализация кадров, да, и развитие региона, то, что называется новой экономикой. Как это нашло отражение в программе «Единая Россия», которая называется «Сила Урала»? Вы знаете, ну, я даже не столько хотел бы сказать сейчас о программе «Единой России», обсуждение программы еще не закончено, то есть там определяются некие направления поддержки государством определенных видов промышленности, то есть что нужно сегодня государству сделать для того, чтобы наша экономика и, в первую очередь, промышленность чувствовали себя комфортно. Но есть несколько постановок со стороны президента Российской Федерации, вы, наверное, видели его выступление на Петербургском форуме, то есть он говорил о инновационном характере нашего производства, он говорил о том, что мы сегодня называем словом импортозамещение, а вообще-то это нормальная конкурентоспособность, что нужно не просто производить продукцию, которая никому не будет нужна, а продукция, которая сможет конкурировать с лучшими мировыми брендами. Он говорил о развитии малого и среднего бизнеса, а вот этот симбиоз без квалифицированных инженерных кадров, симбиоз крупного предприятия и окружающих его малых предприятий существовать не может. То есть, в принципе, постановка задачи от правительства, от президента страны сегодня существует. В программе партии определяются основные инструменты, с помощью которых можно достигать заданный результат. Есть предложения, в том числе часть из них реализована, существуют определенные фонды и определенные программы, рассчитанные на поддержку того или иного направления деятельности. И я думаю, что это существующие, имею в виду, программы, это не конец. То есть, будут дополнительно приниматься, предлагаться новые программы и новые проекты законов появятся, которые обеспечат развитие промышленности. Я надеюсь, что у нас будет еще не раз возможность пообсуждать, в том числе, эти инициативы. Спасибо вам огромное. Я напомню, что у нас в гостях был сенатор Совета Федерации Аркадий Чернецкий. Спасибо, до новых встреч. Да, до свидания. Будьте здоровы. Субтитры подогнали Симон.